Ты представляешь, ты находишься настолько рядом, ты в Доме Божьем, под крышей дома твоего, да? Вот, ты в Доме Божьем, ты представляешь, что такое такое? Что ты можешь четко, не просто пустословы какое-то, религиозные слова, ты можешь ингредиентно знать, что Бог не просто за тебя, Он впереди тебя. Не важно, на поле это, в жизни, в семье, где ты, Бог впереди меня. Прежде чем что-то должно случиться со мной, смерть, проблема, еще что-то такое подобное, со мной такое было. А было очень много воды над мной, я тонул. Прежде чем это должно случиться со мной, это должно следиться с Богом. А кто сильнее Его? Ты хочешь быть в такой ситуации? Ты хочешь быть в такой ситуации? Кому ты поешь? К бакам экстрасенсов, когда придет проблема. Все равно ты к кому-то побежишь, или вдалек, понятно, чем заканчивается, или вот это, понятно, чем заканчивается, или к бабам экстрасенсов, закончится очень плохо. Там платишь денежку, а берут в душу. И потом по ночам не спится, а потом одна проблема, вторая проблема, там что-то случилось, там, и опять надойти, опять надойти, и тянут, и тянут, а чем заканчивается, очень плохо. Сейчас работаю с одним человеком, который доходился уже. Это серьезно, это очень серьезно. Духовный мир, это серьезные вещи. Поэтому есть Бог, я не проповедую сейчас какие-то вещи выше Бога, я говорю, есть Бог же мой, который отдавал жизнь за тебя, меня. И ты область его и подобие, и доказательство этому Иисус Христос, который пришел в этот мир. И такой человек, который живет, он говорит, смотрите, прибежище моего и защита моя. Бог мой, на которого я уповаю. Я уповаю на Бога, я не уповаю на Своей силы, я могу выйти на поле, могу себе разомнить крутой, я не знаю, фернандинь, еще что-то. Выду на поле и просто ноги нет. И ты с ножкой вот так выйдешь. Ну, чем ты можешь эту проблему улучшить? Ну, в плане, как ты можешь уберечь себя от этого? Кто как? Как вы уберегаете себя от этого? Как? Ну, скажи, что вы, не могу сказать. Это про организацию, я не знаю. Про организацию, вы не выходите на поле. То есть, ты вообще не играешь. Самое главное, это не угощение. А кто играет? Ну, мы играли на веках? Конечно. Ну, хорошо, я извиняюсь, я просто только нахожусь. Но как ты уберегал, как ты думаешь? Доспехи они, да? А, доспехи? У меня когда-то было, говорится, до последнего. Ногу вот так упали, и ножка вот так пошла. Полностью разрыв, все там, короче. За месяц до свадьбы. Надо успевать. На замах не было уже, но так не как, короче. И вот все. Представляешь, месяц до свадьбы. Я на этом, может, закончил. Веселая история, как говорится. Но, месяц до свадьбы, купленный билет Эдипет. Я верующий человек. Уже был до этого 7 лет. Читаю описание. Бог меня одной вещей освободил. Ворослом занялся. Много не в другим. Почки отбивали внутри, короче. Полтора месяца не ходил. Лечили меня по-своему, но не получалось, почему. Но суть. Представляешь, месяц, я звоню своей в будущее. Еду, на пуще владельцев было. Еду в полицию. Мои нечувства вообще, боль ужасная. Влетел в сетку, короче. Там сетка была полная. Ребята думали, что я голову пробил. А рука вообще как... Просто недорезанная. Они меня вытянывают оттуда. Ну, думаю, не понимаю, что с ногой. Я звоню ей, говорю, ну, слышишь, у меня сейчас в больницу едут. Что такое? Ну, там, нога что-то вообще. Она говорит мне, называя по фамилии, я тебя убью. Ну, это такое было. Что нам надо? Шо, короче. Я вот это стрелял. Я вот сижу дома, читаю Библию. И спрашиваю Богу, почему? Ну, как я на костылях, потому что на свадьбе буду стоять? Да ну, ну, это вообще, тут дом, короче. Ну, просто вникнем в ситуацию. Я тебе больше скажу. Я верю в живого Бога. Моя мама была в домке адресом. Бог ее и стилил. Очень много лет она болела. Астма развивалась. Она дошла до того, что она не могла в такую полу. Она же не могла на улицу выходить. Она уверовала уже в то время, но астма продолжала убивать ее. И ее возили. Она в церковь на автобусе приезжала. Она не могла уже реально ходить. И как-то она мне позвонила, говорит, Бог меня исцелил. Я такой думаю, ну, уже тихо, как там, шифером что-то улетело. Думаю, ну, что случилось? И Бог действительно ее исцелил. А я тогда, ну, трудно мне было на все это верить. Ну, во что случилось со мной? Наложили гипс. Сказали, ну, там минимум месяц вообще там, короче, труба. Я понял, что он пахнет, керосит он тело. Слежу дома. Пацаны еще там не пришли. И посмотрели на мою гипсованную ногу. Вот. Ты вообще помнишь это? Да? Посмотрели на мою ногу. Там, может, где-то посмеялись меня, верующего человека, который пересматрил свадьбой с гипсом. Я читаю это место из детей. И Бог мне начинает говорить, что это все для того, чтобы я мог прослать. И я думаю, как это? Как ты можешь прослать через это? И была молитва. И мы молились. И были ребята. Ребята и моя будущая, и она говорит, что за что-то типа помолиться. Я говорю, слышишь? Ну, как это случилось? В углу. Смотри на ногу. Я говорю, хорошо. Вы знаете, она молится. Ну, приятно тоже, ребята молились. Я говорю, реальная вещь. Я просто почувствовал, как силу Божию начал меня просто накрывать. Было такое ощущение, что я просто попал под тень всемогущего. Конкретно. То есть я чувствую присутствие. За меня такого никогда не было. Даже когда я каос, когда я под водой был, когда я Богу прощался, дай мне второй шанс, когда 10 метров воды надо мной было. Я такого не ощущал. Я чувствую, что пост начинает что-то накрывать меня.